Фима, а вы знаете, какое самое грустное место на Земле? Так и да, работа. Ну, работаем. Сегодня работаем в кадре с Константином. Здравствуйте. Добрый день, Илона. Как настроение? Отличное. Мы приглашаем обычно к себе на программу очень известных, интересных людей. Вы кто? Что я здесь делаю? Я являюсь коммерческим фотографом и рэпером, артистом местным, таллиннским. Вас же не задел мой вопрос, правда? Вы вообще человек с юмором? Надеюсь, что да. Сегодня посмотрим. А, то есть мы сегодня будем проверять уровень вашего юмора. Юмора, да. Тогда как выглядит «Голая правда»? «Голая правда»? «Голая правда» — это античная раздетая женщина, которую изображали наши знаменитые философы, наверное, так. Ой-ой-ой, у меня прямо созрел вопрос. «Голая правда» для фотографа особенно интересно. Очень интересно. Двойственное значение. «Голая правда» — это, наверное, снимок без ретуши, без обработки, если для фотографа. Для людей, я думаю, у каждого свои правды. Клиент с радостью возьмет фотографию, где не было никакой ретушировки там или... Вы знаете, это зависит напрямую от человека. Есть люди, кто просит заранее, чтобы не было никакой обработки. Есть люди, которые заранее просят, чтобы ее было много. Всегда все зависит от человека. И тогда «Голая правда» чаще востребована? Скорее всего, нет. Люди хотят, чтобы все было красиво и красивее, чем оно есть на самом деле. О, да. Что такое «тонкая душевная организация» по-вашему? Как организация? Запрещенная организация или нет? Ну, «тонкая организация» — она же душевная организация. Это подразумевается, наверное, личность, тип характера. Может быть, человек, который очень хорошо реагирует на искусство, разбирается в этом, тонко реагирует на какие-то моменты и аспекты. Вы относитесь к таким людям? Наверное, нет. Я думаю, я уже более черстый человек. И искусство меня не так задевает. А что задевает? Задевает желание удивлять людей, задевает желание делать что-то, чтобы привлекать внимание. Наверное, коммерция, реклама. Каждый ваш ответ рождает мой новый вопрос. Делать что-то, чтобы... А что делать-то? Хороший вопрос. Делать либо творчество как музыка, либо творчество как фотография. Продукт. А творить прямо вот здесь и сейчас когда-нибудь была такая история? Очень часто. В году 2005, наверное, я выигрывал фристайл-баттл местный подгруппе русского языка. Какая тема вас больше всего трогает? Вот на какую тему вы творите? Темы определенной нет. Это всегда зависит от того, где ты живешь, с кем, как и чем ты живешь. Песня о том, как ты живешь. Нет никакой темы. И тогда это грустно или это, наоборот, позитивно? Это может быть и очень позитивно, и очень грустно. В зависимости от того, в какой вы обстановке. А сейчас какие-нибудь четыре строчки породились? Ой, сходу прям. А чего? Это чем бояться? Возможно, но я думаю, не стоит. Тогда люди сразу поймут, что мы не готовились. Завернем куда-нибудь. Давайте выпустим этот момент. Давайте, но я все равно в конце пристану. Хорошо, после камеры я там где-нибудь. А в Японии запрещено наказывать детей до пяти лет. Вот как по-вашему? Надо воспитывать детей, там, я не знаю, там, пряником и кнутом? Или надо ли наказывать? Наказывали ли вас? Вот эту тему затронем немножко. Меня наказывали. Первое, что приходит на ум, за забитые гвозди в пол, в ковер. Да, я не помню, зачем, но так получилось. Вы или... Я, я, конечно. Нет, нет, не мной. А, это когда игрушки, приколоченные к полу. Ну, почти так, да. Я считаю, что нужно наказывать. Ребенка должна складываться впечатление о том, где границы дозволенного. И именно кнут и пряник должны помогать в том случае. Возможно, время покажет, что наказывать это плохо. У нас очень много стран, которые запрещают наказывать ребенка. В Скандинавии, например. Но зыркнуть глазами это наказать? Нет, зыркнуть это не наказать. Надеюсь, до физического не обязательно доходить, но слова или какие-то действия определенно нужны. Вы кого-то уже наказывали? Постоянно наказываю. Да? Не боитесь это? Ответочки. Нет, зачем бояться? Вырастет ли там, нет? Нет, нет, конечно. Я не про детей. А, а ну, а ну, а ну. Это прямо интересненько. А кого? Ну, людей, кого? А, посторонних людей. Ну, и своих тоже. И тогда что вы делаете? Вы кричите? Нет, я не кричу. Это немножко такая тема уже, наверное, более интимная. Давайте про травлю, про детей или людей, которых затравили, да, там, в комментариях, возможно, или про детей, которые считаются изгоями. Вот про эту тему немножко. Вот как по-вашему, есть ли какая-то управа на тех, кто травит? Можно ли это делать? И как от этого уйти? Управа, если и нет, она обязательно должна быть, потому что там, где заканчивается свобода одного, должна начинаться свобода другого человека, мы это знаем. Но травить слабых, каких-то людей, может быть, в чем-то ограниченных, явно неуместно. Что им делать? Здесь действительно есть несколько вариантов. Есть, например, травля в школе, да, там какого-то ребенка все травят и как-то обзывают его, да, и тогда он жертва в этой истории. А есть, например, какая-то медийная личность или там просто интересная личность, которые пишут там, глаза не такие, там еще что-то, да, это уже другая травля. Нет, ну это тоже травля. Вот на самом деле, это должно быть, это, ну, как бы должно присутствовать в нашей жизни или это все-таки какое-то неправильное? Скорее всего, неправильное, но кто мы, чтобы говорить, что должно присутствовать в жизни, а что нет. Другое дело, как ты относишься к этому? Как? Чем более ты медийная личность, тем более спокойно надо уметь относиться к травле. Ну, говорят, ну, раз ты шел туда, вот это вот, наверху, ты должен был готов, да? А вы были готовы к тому, что, вот вы сейчас готовы к тому, что вас могут начать там по внешности пройтись? Готовы? У меня много чего, да, по чему можно пройтись. Ну, тогда мы оба готовы. Хейтеры, мы готовы. Власти Грузии ввели полный запрет на использование, производство и импорт полиэтиленовых пакетов. Вот что вы об этом думаете? У нас тоже такое движение какое-то время проводилось. Вот на самом деле полиэтилен, это действительно такое большое зло на земле. Будет ли нам удобно без этого жить и ваши отношения? Я думаю, что пластик сегодня в целом уже отходит, наверное, на прошлое, в прошлое время. Все больше становится возможным получать какие-то продукты в таре, которая из вторично переработанных материалов, либо она полностью разлагается. Есть сети магазинов у нас, которые предлагают приносить свою посуду, чтобы покупать еду готовую. Много заправок предлагают приходить со своей посудой, получать кофе. Ну что, мы с вами пойдем попить кофе в кафе, вы меня позовете, да? Со своими кружечками. Вы со своей кружечкой, я со своей любимой чашечкой. И потом пакетик и домой. Или как мы ее понесем, эту кружечку? Ну, я думаю, если мы пойдем пить кофе, у нас будет возможность доехать до туда и увезти обратно эти кружки. Мне не нравится этот вариант. Вы не видели фотографии на горхоле, как собирали мусор там? Нет. Там около сколько? Да не знаю сколько, но человек 18, может быть, поработало, собрали огромное количество мусорных пакетов. И в основном это были как раз-таки стаканчики из-под кофе. О чем это говорит? Ну, стаканчики же можно сжечь, это вообще никакая не проблема. А пластиковые крышки на них? А изготовление стаканчиков? Опять сжечь, но понятно, что это вредно для... Да. То есть мы как бы, вы как бы против. Я нейтрален, но скорее буду покупать бумажные пакеты с продуктами. Я хочу с бумажным пакетом. Точнее, покупаю пакет, но я не хожу со своим. Вы говорите, я буду покупать. То есть вот сегодня это ваша точка зрения, вы придерживаетесь этого мнения, однако вы используете полиэтиленовые пакеты. Иногда да, приходится. Нужен запрет, и тогда придется, или... Скорее да, скорее запрет. Когда нет возможности получить что-то или достать, наверное, тогда будет проще переходить на новые. Ну тогда это нечестно. Почему? Ну, с одной стороны, вы как бы против, а с другой стороны, вы используете и ждете запрета. Ну, пищевая пленка, например, что может ее заменить? Что? Я не знаю, я вас спрашиваю. Бумага. Как можно бумагой заменить пищевую пленку? А я вот не использую пищевую пленку вообще в жизни. Я знаю, там женщины как-то худеют с помощью пищевой пленки, мне это точно не надо. В сауне. Поэтому я вот не использую, я могу без нее жить. А вы что, используете пищевую пленку? Да, мне иногда приходится. Как? Вокруг тела как раз, вокруг кожи. А, вот вы как раз из тех. Нет, я не из тех, я татуировки когда делаешь, иногда. Прекратите, там вообще не нужна пищевая пленка. Вот поверьте мне. Хорошо. Еще там как было, я помню времена, когда Кольщик говорил, нельзя две недели мыться, нельзя заниматься сексом. Спортом. Нельзя, в общем, спортом и в том числе, да. Ну, дикст какая-то, разве нет? По-моему, нет. Назовите по-вашему причину, по которой нужно смотреть телевизор в наше время. Вы же молодое поколение, и как-то молодежь сейчас не очень смотрит. А почему нужно? Я думаю, нужно смотреть телевизор, хотя бы потому, чтобы понимать, зачем его не нужно смотреть. Чтобы возвращаться в ту жизнь, где этого телевизора нет. А у меня так сложилось, что я свой телевизор выкинул лет в 13-14, который у меня был. Мама не надавала вам? Нет. По причинному месту. Не жила. Поэтому телевизор у меня как-то вообще нет. И с тех пор? Сегодня все есть в интернете. Все смотрят интернет. Собственно, ваша передача выходит где? На портале столицы. В интернете. Правильно? Правильно. Да. Почему? А потому что нас в телевизор не пускают, мы лицом не удались. Ну, что поделать. Нет, на самом деле, вам кажется, что без телевизора сегодня можно жить, да? Конечно, конечно. Ничего оттуда почерпнуть для себя, в общем-то, полезного невозможно. Нет, там много передач, много полезных, наверное, передач. Discovery, вот эта сетка каналов. Но отчего нет в интернете? А ток-шоу Малахова нет? Нет, спасибо. Отчего? От этого не очень хорошо. Ну, или там кто там, Васильев научит вас модно одеваться, нет? Тоже нет. Я думаю, есть хорошо, хорошее количество блогеров модных, которые научат лучше одеваться, чем Васильев. И тогда Blackstar? Можно Blackstar тоже. Хорошо. Давайте расскажите, что вы знаете о фарцовке. Вам знакомо это слово? Наверное, нет. Что вы имеете в виду? Ну, вот что такое фарцовка вообще? Вы застали времена? Точно не застали? Вот, по-вашему, фарцовка это купить дешево, значит, как же так красиво-то рассказать, потому что это вообще было в советское время, это было наказуемо, за это даже срок отбывали люди, да? Можно какие-то лейблы пришить туда, что это фирменная вещь, а потом продать три дорого. Вот сегодня, на мой взгляд, фарцуют все. Вы считаете, должно это как-то, ну, не знаю, наказываться, что ли? Ну, понятно, не в тюрьму сажать, но вот сегодня же все магазины именно это и делают, да? То есть они или там сайты, которые занимаются продажами вещей. Это называется фарцовка или все уже, уже можно на это деньги делать? Я думаю, это не фарцовка, нет. Я думаю, на это можно делать деньги. Если люди идут на эти сайты, зная, что там одежда, которая не является оригиналом, не брендовая одежда. И они покупают ее дешевле в десятки раз. Они знают, на что они идут. Нет смысла наказывать за это. Можно, конечно, приписывать где-то на этом сайте, что это реплика, если я правильно понимаю. Представляете, как обидно тем, кто когда-то срок отбывал за фарцовку? Не представляю. Да, я тоже. Известны ли вам такие аномальные места в Эстонии, где происходит вот что-то необычное? Есть ли у нас такие места в Эстонии? У нас весь город, наверное, такой необычный. А чем он аномален? В каком именно месте? Ну, я в хорошем смысле. Нет, людьми. А если серьезно говорить, я скептически к этому отношусь, поэтому не слышал, не видел, не знаю. Нет, но есть же места, например, какие-то перекрестки, где часто аварии, например. Я думаю, это обусловлено либо временной плохой видимостью, либо невнимательностью водителя, не более чем. И тогда оно все равно становится каким-то закономерно аномальным? Ну, если оно закономерно аномальное, если оно может быть объяснимо чем-то с научной точки зрения, оно не аномальное. Не аномальное? Нет. А какие-то приятные места тогда? Давайте изменим вопрос. Вот какие-то места, которые вас притягивают, места вашей силы, например, в Эстонии, где они есть? Личные предпочтения — это море, это заливы, это природа, лес, лесопарк, Мустамяя, может быть, Вимси, Пирита, там, где меньше людей, спокойно и шум. Это места облагороженные или больше хочется природного такого? Нет, диких, диких хочется. Облагороженного и людского достаточно в городе. Если природа, то это должно быть что-то нетронутое по возможности. Вы сделали татуировку на открытом месте, и в этой связи у меня к вам вопрос. Вы сделали это умышленно, осмысленно. Что это означает? Что у вас написано? То, что вы сейчас видите, это фрагмент незаконченной татуировки, шея. С одной стороны написано «Удача», с другой — «Труд», и дальше добавятся цифры, числа, соотношения, девять частей труда, одна часть — «Удача». А штрих-код нет? Нет, спасибо. На всю спину? Нет, это уже никто. Нет? Как относятся ваши родители к тому, что на вас есть отметки? Абсолютно хорошо. Спокойно. Я живу ни с отцом, ни с матерью. Скажем так, отец у меня в другой стране живет очень давно. Мать всегда поддерживала во всех моих начинаниях и делах. Елена Яковлева поддерживала своего сына в татуировках, и сегодня мы видели его лицо, да, когда там нет живого места у парня. То есть все лицо совершенно, вот, все, все прямо заколотое. До какого предела это может дойти? Пока не кончится кожа. Но это опять зависит от каждого человека. Я не собираюсь себя забивать с его. У меня есть какие-то пределы. А как моя бабушка бы сказала, ну как же, как же, когда ты будешь старенькая, ты представляешь, какая будет ужасная, страшная татуировка? В моем случае у меня на спине, да. Я сказала, что, наверное, я никому свою ужасную старую спину показывать не буду. А как вы относитесь к тому, что на видных местах, вот уже там стареющая кожа, вот это надо будет все потом удалить или с этим надо жить? Зачем? Зачем что-то удалять, если ты это делаешь с таким, ну, с намеком, на что это будет на всю жизнь? Я думаю, что сейчас достаточно людей преклонного возраста, которые забиты татуировками, и выглядят они отлично. Зависит от человека. Если он себя запускает, и к старости он выглядит плохо, дело не в татуировках, дело в самом человеке. Представьте себе, что рядом с вами девушка. Все девушки в наше время ходят с сумочками. Не все. Ну, часто ходят, да. И тогда, когда вы будете вместе на свидании, вот она попросит вас нести ее сумку. Вы пойдете с ее сумкой? Легко, конечно. То есть для вас это не зазорно? Не зашкварно. Не зашкварно. Вообще ни раз. А что еще бы вы могли носить за вашу девушку? Ну, вот сумка. Ну, любые тяжести, которые у нее есть. Нет, а какие-то очень женские варианты. Она сняла каблуки, она не может на них идти, вы туфли понесете? Спокойно. А что в этом такого? Ничего. Абсолютно ничего. Ну, я просто знаю мужчин, которые считают, что женскую сумку носить неприлично. Человек убирает, что ему важнее, свои принципы или человек, который рядом с ним. Все очень просто. То есть правила можно менять. Так и правил тут нет. Ты несешь вещи. А мужчины надевают эти туфли или нет? Или они несут их в руки? Есть мужчины, которые одевают. Такие тоже есть. Надевать я не буду. Давайте про Евровидение. Вы смотрите Евровидение? Нет, уже несколько лет нет. Почему? Потерял интерес. А что такого произошло? Что случилось? Я думаю, подрос немножко. Что лет, не знаю, 16-18, может быть, еще с родственниками смотрели, было интересно. Пару лет ходили на ратушу с друзьями смотреть. А сейчас ничего нового. То есть если бы это касалось нашей страны, если бы это проходило в Эстонии, то вы бы заинтересовались, да? То есть даже в этом случае. Я смотрел финал, я смотрел участницу, которая выиграла. Понравилась. Очень харизматичная девочка, женщина, не знаю, как правильно сказать. Вы говорите сейчас об Израиле. Максимально короче отвечать на вопросы. Если звезда экрана гей, может ли он стать мужчиной года? Абсолютно да. Что противоположно слову «напротив»? Рядом. Так себя делаю. А что такое счастье? Счастье. Это пик человеческого удовольствия, который продолжается долгое время, я думаю. Эмоциональный, скорее так. Вы счастливы? Определенно. В последние дни очень хорошо. Сложите какие-то добрые строчки пожелания для наших зрителей сегодня. Делайте дела, чтобы всем все было хорошо. Спасибо, что пригласили на это шоу. Илона Калдера и Константин Татар. А это шоу выйдет завтра? Навряд ли. Выйдет когда-нибудь попозже, после Евровидения. Это тоже вы вырежете, видимо. Закончим. Пожелаем всем счастья и успехов. Илона Калдера и тех. Достаточно? Йоу. Да, йоу. Смотрите нас. С нами интересно. elder cinco секс. Илона Калдера и тех. Илона Калдера и кинорз 수 было реальными событиями.